Здравствуйте, это новости на Дону в студии Артем Тарасов. О работе по сокращению долгов рассказал на итоговой пресс-конференции руководитель службы. Ее сотрудники тесно работают судебными приставами, прокуратурой и администрациями. Перекрыли выезд за границу трем тысячам должников. Прокуроры санкционировали 273 ареста имущества. Комплекс мер снизил общую задолженность по налогам на 3 миллиарда рублей или на 8,5%. На 18 декабря текущего года в бюджет муниципальных образований, в областной бюджет, это что касается, в первую очередь, транспортного налога, поступило порядка 6,1 миллиарда рублей имущественных налогов, что составило более 85% начисленных по данным налоговых сумм. Закрыть свои налоговые долги и войти в 2019 чистыми еще можно. Для этого ФНС ежегодно устраивает акцию в Новый год без долгов. Инспекции работают дольше, плюс сотрудники выходят в крупные торговые центры. Оптовые тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий ЮФО на 16-26% выше, чем в других федеральных округах Европейской части России. Такие данные дал законодателям анализ тарифной политики. Высокие энерготарифы снижают конкурентоспособность нашей промышленной продукции и инвестиционную привлекательность региона. Как их уменьшить, сравняв с другими округами, обсудили на парламентских слушаниях. Мы готовим целый пакет предложений. Одно из таких предложений – это обращение на федеральный уровень от Южнороссийской парламентской ассоциации. Потому что в исправлении этой ситуации заинтересована не только Ростовская область, а весь юг России. Потому что, например, ситуация в Краснодарском крае с тарифами на электроэнергию для промышленников еще более тяжелая. Законодатели подчеркивают, они ищут не преференций или льгот для юга страны, а равных условий для экономической конкурентоспособности. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с началом нового года вырастут на 7%. В пенсионном фонде подчеркивают – это выше прогнозируемого уровня инфляции. Прибавка будет у каждого своя в зависимости от нынешней пенсии. Так, средняя выплата в 15 тысяч с 1 января вырастет на 1057 рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля на 2,4%. Больше двух десятков жалоб за два года получила МинжКХ от жильцов многоэтажки в Батайске. Люди жаловались на работу своей управляющей компанией. Министерство и госжилинспекция провели аудит платежей, выдали предписания на устранение недостатков. И вот замминистра приехал проконтролировать его исполнение. Меры по обращениям приняты и нарушения, какие были, связанные с перерасчетами, с изменением немножко формы квитанции, устранены. В настоящее время здесь выполнены предписания государственной жилищной инспекции. Многие недочеты исправили, но остается серьезная проблема. Долги жильцов перед управляющей компанией, а ее перед ресурсниками. Замминистра посоветовал жильцам перейти на прямые расчеты с поставщиками тепла, воды и электроэнергии. Новую станцию Теледва торжественно открыли в хуторе Маяк Сальского района. Голосовая связь и быстрый мобильный интернет стали доступны для 500 жителей хутора и трех ближайших поселков. Запуск базовой станции сотового оператора Теледва для жителей хутора Маяк и еще трех поселков настоящий праздник. Теперь им доступен скоростной интернет в стандартах 3 и 4G. А главное, можно без проблем говорить с родными по мобильному телефону. У меня муж работает по вахте, по всей России. И если раньше я не могла дозвониться, я по всему дому ходила, могла выйти на улицу, чтобы поймать, как говорится, связь. А сейчас я свободно нахожусь, сидя у себя в доме, в зале, на диване, я общаюсь с мужем. Мобильная связь и интернет дают доступ к госуслугам, банкам, расширяют возможности образования и медобслуживания. Конечно, с точки зрения коммерческих приоритетов компании, очень сложно запускать сети в таких регионах. Поэтому мы тесно сотрудничаем с администрацией Ростовской области, обеспечивая партнерство в запуске таких проектов. Оказание услуг сотовой связи в таких малонаселенных и труднодоступных районах области – задача социальная. В этом году запущено более 300 новых объектов. Это по инвестиционным планам. Компания «Теледва» была предусмотрена 8 объектов. На текущую дату запущено 6. За этот год «Теледва» обеспечила связью 4000 жителей отдаленных районов области. Сейчас сеть четвертого поколения доступна почти 90% жителей области. В планах на 2019-й сравнять зоны. Везде, где есть голосовая связь, будет интернет. Анастасия Кованцева, Анатолий Рашевский, Дон-24, Сальский район. Штраус, Легар, Афенбах и, конечно же, Мчайковский. Их мелодии непременно звучат в новогоднюю ночь. И хотя погода у нас, как обычно, не по сезону, зимняя музыка создает настроение. Вот и в программе праздничного концерта музыкального театра и хор «Шампанское» из оперетой «Летучая мышь» и «Щелкунчик со снегурочкой». Часы, остановившиеся за пять минут до полуночи, как ничто другое, передают магию наступления главного момента праздника. А новогодняя музыка – это в первую очередь замечательное настроение отставших классическими композиций. Зарубежная сцена отвечает своими хитами, но все-таки в Новый год самый популярный композитор – наш Чайковский. В этом году мы шли от «Щелкунчика», от «Часов», волшебство возникновения Нового года, все предчувствия, праздничное настроение, праздник – мы попытались в эту форму облить. Очень много новенького в этом году. И мы постарались сделать подарок нашей любимой публике. И особенно во втором отделении у нас очень много новых номеров, которые ставил приглашенный хореограф Алексей Щук. Быть русской снегурочкой удается девушке из Японии. Мария Ито признается, первое время немножко была загадка, как чувствует свою героиню. Но сейчас Мария готовится встречать свой десятый Новый год в России. В прошлом году была во Франции, поэтому в этом году я хотела елочку поставить в дом. Новый год – праздник размашистый, с широкой русской душой. В нем найдется время и для отдыха в кругу семьи, и на встречу с друзьями, и на мелодии новогодней ночи. Не буду выдавать все тайны, потому что хочется сюрприз, чтобы был. Поэтому думаю, что зрители, с удовольствием пришедшие к нам на концерт, уйдут еще большим веселым настроением. Галина Белоусова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова